Вместе за безопасность на Авторадио. Вместе госавтоинспекции МВД России полковник полиции Николай Александрович Геляков. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, тема, от которой мы сегодня оттолкнемся. Вот ежегодно 2 миллиона человек сдают экзамены, чтобы получить водительское удостоверение. И только 8% претендентов с первого раза получают права. Удивительная цифра. В чем причина такого низкого результата? В сложных ли экзаменах или в плохой подготовке? Вот попробуем сегодня разобраться. Но также мы поговорим об изменениях в правилах сдачи экзаменов ПДД в 2019. Что должны знать и уметь кандидаты в водителей, чтобы после автошколы сесть за руль автомобиля? Так, мы, как всегда, призываем слушателей присоединяйтесь к нашей беседе. Ваши вопросы, мнения по теме текстово-голосовые. Посылайте к нам на WhatsApp, Viber, SMS по номеру плюс семь девятьсот пятнадцать четыре пять девять двадцать два. Селезвоните в прямой эфир плюс семь четыреста девяносто пять два пять восемь три три два ноля. Ну, естественно, по традиции группа Авторадио ВКонтакте ждет вас для того, чтобы вы приняли участие в вопросе, как вы получили водительское удостоверение. Там варианты ответов есть, хотя, на мой взгляд, не все. Но, тем не менее, ждем ваши вопросы. Типовые. Вместе за безопасность. Нам важно ваше мнение. Единый номер для сообщений по WhatsApp и SMS. Плюс семь девятьсот пятнадцать четыре пять девять двадцать двадцать. Итак, в начале этого года на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru был выложен доработанный проект постановления правительства о допуске к управлению транспортными средствами. В документе расписано, как кандидаты в водители могут получить права и, в частности, какие экзамены они должны будут для этого сдать. Вот расскажите, пожалуйста, что из изменений в экзаменационном процессе уже заработало и что планируется внедрить в ближайшее время? Ну, в настоящее время работа над проектом постановления правительства Российской Федерации, который вносит изменения в правила проведения экзамена, находится в завершающей стадии. Этот документ находится в правительстве Российской Федерации. И мы в тесном взаимодействии сейчас продолжаем работу по выпуску данного нормативного правового акта в свет. Но надо понимать, что в этом году этот нормативный акт, те изменения, которые касаются изменения правил проведения экзаменов, они не вступят. Дело в том, что для того, чтобы реализовать те положения, которые заложены по изменению правил проведения экзаменов, необходимо изменение административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации, которым утверждены все процедуры по проведению теоретических и практических экзаменов. На это нужно определенное время, поэтому эти изменения вступят в следующем году, скорее всего, где-то в третьем квартале следующего года. То есть пока еще рановато об этом говорить, об изменениях? Говорить, может быть, не рановато, надо к этим изменениям готовиться. В этом году, скорее всего, если постановление вступит в силу, там вступит в положение, которое касается порядка аннулирования, порядка допуска иностранных граждан во всех субъектах Российской Федерации к сдаче экзаменов. То есть такие изменения чисто больше носят формальный характер. Понятно. То есть вступит в силу где-то в середине следующего года только, дай бог. Да. То, что касается изменения правил проведения экзаменов, то в следующем году. Коллеги, согласитесь, что очень многие, особенно те, кто имеют родителей, водители, приходят на сдачу экзаменов, имея хотя бы практическое какое-то представление о том, как надо водить автомобиль. В чем особенности теоретической части экзаменов? Смотрите, в настоящее время в соответствии с действующими правилами проведения экзаменов и административным регламентом у нас теоретические экзамены проводятся по 20 вопросам. Для того, чтобы положительно сдать, надо либо ответить на все 20 вопросов. Ну, хотелось бы. Причем в отведенное время 20 минут. Также можно допустить одну ошибку в одном тематическом блоке, либо две ошибки, но в разных тематических блоках. Как известно, у нас все комплекты экзаменов, задачи разделены на 4 тематических блок. Поэтому, если в одном допустильном, вам даются 5 дополнительных вопросов, на которые необходимо ответить успешно на все 5 вопросов. Либо, если в двух разных тематических блоках, то 2 блока по 5, да, 10 вопросов, надо все ответить на все 10 вопросов. А если ошибаешься в этом блоке, из 5 вопросов тоже. До свидания. Значит, все не сдал. Все не сдал? Да, конечно. На повторный экзамен. В новом административном регламенте, к которому мы уже приступили, там мы планируем изменить подходы как к процедуре проведения теоретического экзамена, так и вообще к содержанию самого теоретического экзамена. Ну, первое, планируем значительно увеличить количество экзаменационных задач. Дело в том, что существующее количество, оно позволяет кандидатам-водителям, которые не очень хорошо знают правила дорожного движения, где-то зазубрить, заучить правильные ответы, и потом этой возможностью пользоваться. Это плохо. Ну, то есть он... Если человек зазубрил. Ну, а что же здесь хорошего? В реальной дорожной обстановке он свои знания применить не сможет. Ну, вы же понимаете, в любом случае, что даже если он пойдет, а потом выйдет на машине, все равно это сначала будет, ну, познание, практика и так далее. Так, коллеги, в этом же это, собственно говоря, и основная задача, потому что с чем сейчас столкнулись, ну, в первую очередь, госавтоинспекция, да, с точки зрения нарушений? То, что люди, действительно, обучаясь в автошколе, они зубрят вот эти билеты. И почему сейчас билетов хотят сделать намного больше для того, чтобы у нас люди... Чем можно запомнить человека. Да, они думали не о том, как зазубрить, а все-таки понять. Там же, в принципе, задачи на дорожную ситуацию, да, поэтому, в принципе, человек не должен знать билеты, он должен понимать, каким образом читать те же самые знаки, либо этот размер. Наташа, согласен полностью, но я вспоминаю свою сдачу экзаменов, и меня всегда убивал вопрос для городского жителя. С какой скоростью должно двигаться транспортное средство по проселочной дороге, если на перерез едет трактор? Ну, что-то вроде такого. Ну, кстати, прекрасный вопрос. А вот ты сейчас сам ответишь. Да никогда в жизни я не скажу. А ты подумай. Ну, подожди. Кстати, очень важный вопрос. Наташа, ну, подожди. Ну, я и сейчас, я же не могу сказать, что... Я думаю, и многие, вот, ребята... Я не можем вспомнить, но логика есть. С точки зрения разума я должен двигаться так, чтобы мы не столкнулись. Но для городского жителя передвижение попросил по деревне, где на перерез едет трактор, очень тяжело представить. Ну, вот мне кажется, что здесь нету какого-то конфликта. Здесь очень правильный вопрос. Вот, видишь, а товарищ полковник... Правильный вопрос. Вы же живые повозки еще не заговорили. Вот именно, а это же тоже есть. А те же самые животные, которые выбегают, да, в тот же самый вопрос. Поэтому идет обновление билетов, собственно, о чем и говорится. Проблема в том, что существующие билеты, они ориентированы на проверку знаний конкретных пунктов правил дорожного движения, там, других знаменательных актов. Мы хотим, с использованием международного опыта, как раз ориентировать кандидатов-водителей не на зубрежку конкретных пунктов, а на логику, да, на предвидение опасной ситуации, на проведение действий, связанных как раз с предотвращением этой опасной ситуации, с выходом с этой опасной ситуации. Ну, то есть, общее понимание системы дорожного движения, в принципе, да, и всех участников. В принципе, безопасного управления транспортным средством, исключение рисков попадания в дорожные транспортные происшествия и, там, совершения, допустим, наездов там на других участников движения на пешеходов. Николай Александрович, то есть, качественные билеты будут изменены, я так понимаю, да, то есть, больше именно ситуативные какие-то задачи будут, да, и решения, нежели просто на знание там цифр определенных, да, сколько должно быть здесь, сколько должно быть здесь и так далее, там подобная гужевая повозка, как должна ехать и т.д. и т.п. То есть, я так понимаю, больше в практику это переходит. Давайте я приведу к примеру, допустим, такой вопрос, которого сейчас нету. Вы, картинка, вы подъезжаете к перекрестку, перед вами двигаются с правой стороны два велосипедиста, где-то в районе обочины, да, перед ними еще есть велосипедист, который повернул налево и уже поворачивает, завершает поворот. Так. То есть, мы в одном потоке едем, или они с... Нет, они как... Они справа по велосипедной дорожке. В одном потоке, они приглашают вам пункт. Да, они спереди перед вами. У вас три варианта ответа. Первый вариант. Вы предвидите, что два последующих велосипедиста... Будут поворачивать. Они будут поворачивать за первым. Так. Второе. Вы предвидите, что два этих велосипедиста, не подавая сигнал поворота, начнут поворачивать. И третий вариант. Вы видите, что они не подают сигналов, вы продолжаете движение прямо. Продолжаем движение. Извините, товарищ полковник. А вот как бы вы ответили? Мы же понимаем прекрасно, что это одному богу известно, этому велосипедисту. Почему одному богу известно? Они не подают сигналы. Ну, черт-чет знает, что у них было... Они должны соблюдать правила дорожного движения. Они находятся на дороге. Но в реальной жизни не всегда все это делают. Все правильно. В реальной жизни они это не делают. И вы должны предвидеть эту ситуацию. И в этой ситуации надо снизить скорость. Конечно. Подождать, когда они проедут перекрестки. И только после этого уже продолжать движение прямо. Поэтому правильные ответы будут первые, вторые. Третий будет неправильный ответ. Хотя по ПДД правильный ответ третий на самом деле. То есть, по сути, мы сдаем экзамены в противовес и наперекор ПДД. Нет, не наперекор. Вы говорите по ПДД. Они должны... Главное правило думать за дураков. Дай дорогу дураку. Есть ощущение, что с введением этой новой истории меньше 8% претендентов начнут сдавать и получать права с первого раза. Не знаю, если честно говоря, не важно, сколько будут сдавать. Важно, что те, которые сдадут, потом выезжая на дорогу, смогут все-таки более безопасно управлять и ориентироваться на дороге. Потому что фактически мы как раз этим экзаменом хотим простимулировать автошколы совершенно по-другому, обучать, собственно говоря, правилам дорожного движения. Они же готовы в автошколу. А вот им, по-моему, деваться-то теперь будет некогда. Потому что кто же будет идти в автошколу, где учат так, что после этого невозможно сдать ни одного экзамена. Я думаю, об этом мы поговорим в продолжении нашей беседы. Итак, это программа «Вместе за безопасность». Продолжим через несколько минут. Итак, друзья, продолжаем нашу беседу «Вместе за безопасность». Действительно, очень актуальная сегодня тема. Обсуждаем мы вместе с вами и с нашими гостями. Общественные деятели, эксперт в области безопасности дорожного движения Наталья Агре. Здесь у нас в студии, как всегда, и это хорошо. Также заместитель начальника отдела регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Николай Александрович Геликов. Также еще раз добрый вечер. Итак, мы сегодня обсуждаем, как изменилась процедура сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения. Наш слушатель активно пишет нам на WhatsApp-номер плюс семь девятьсот пятнадцать четыре пять девять двадцать двадцать. Ну и звонит по телефону два пять восемь три три два ноля код четыре девять пять. Вот звонок, кстати. Есть добрый вечер, да? Да, здравствуйте, Михаил, Москва. Здравствуйте, Михаил, Москва. Сколько раз можно передавать экзамены для получения прав? Спасибо. Ну, к сожалению, в настоящее время количество попыток не ограничено. Почему, к сожалению? Ну, дело в том, что зачастую кандидаты-водители, вместо того, чтобы нормально отучиться в автошколе и подойти так... Подготовлено. Серьезно, да? Да, серьезно к экзаменам, они просто ходят в подразделение госавтоинспекции и берут это количеством попыток. И смором. Не мочем-то катанем. А сколько сейчас, кстати, стоит пошлина за сдачу экзамена? Пошлина за сдачу экзамена нет, а есть пошлина только за выдачу водительского удостоверения. Вот, вот, что нам нужно прийти, на самом деле. К сожалению, да. А вот этот период между сдачами, сколько он составляет? Так, в настоящее время первые три попытки через семь дней, начиная с третьей и дальше, через не менее, чем через тридцать дней. То есть каждый месяц? Да, можно сказать так, но оценка, полученная на теоретическом экзамене, положительная оценка, она действует в течение шести месяцев. В течение шести месяцев надо сдать экзамен. Мне кажется, какая-то просто лишняя нагрузка на службу, вместо того, чтобы, на самом деле, действительно ввести пошлину, которая была бы, ну, заставляла бы задуматься, да, что такое ходит как на работу, но если только кто-то в кого-то ввезет. Ну, понятно, что у многих там есть родственники, знакомые за границей, там же безумные деньги за повторную сдачу экзамена. Захар, ну там, во-первых, безумные деньги стоят самообучение, да, потому что то, что я сейчас слышу в регионах, вот буквально на днях была в Башкортостане, да, до восьми тысяч опускают автошколы стоимость обучения. Затремиться, да. Это демпинг какой-то жуткий. Знания за эти деньги получить невозможно, зарплаты платить невозможно. Естественно, это не автошкола, это профанация. Пошлина, получается, ты не платишь за сдачу экзамена, да, и в результате платишь только один раз за права. Но вот в результате чего? Мы говорим, почему у нас люди только в таком соотношении заваливают экзамены. По-моему, все очень логично. Всю систему образования нужно менять. Давайте почитаем, что пишет наш слушатель Мьюрий из Великого Новгорода. Почему бы в автошколах не вести программу по обучению с заполнением европротокола? Мы, собственно, об этом уже говорили тут. Вот, почему бы не вести? Ну, наверное, можно один урок этому посвятить. Что там изучать-то, собственно? Нет, ну, вообще-то здесь он не прав. Дело в том, что в премиерных программах подготовки водителей транспортных средств вот эта тема, она содержится, и она обязательно для изучения. То есть когда мы учились, ее еще не было. Опять звонок у нас есть. Добрый вечер. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Меня зовут Алексей. Город Волгоград. А подскажите, пожалуйста, вот у нас в автошколе все машины убитые. И можно ли как-то сделать так, чтобы сдавать на машине отца или друга, у кого нормальная машина? Хороший вопрос. Я тоже сдавал в свое время на убитой шестерке и не мог первую передачу включить. Было такое дело. На каком автомобиле, кому он принадлежит, это, в принципе, не столь важно. Дело в том, что автомобиль, на котором принимается экзамен, да, в принципе, и проводится обучение, он должен соответствовать требованию, которые у нас содержатся и в правилах дорожного движения, и содержатся в правилах проведения экзаменов. Если это транспортное средство полностью соответствует, оборудовано дублирующим органным управлением и прошло техническую проверку, имеется технический осмотр, соответствующий полюс ОСАГО, соответственно, на таком транспортном средстве можно принимать экзамен, да. То есть фактически можно приехать на своей машине? Нет, нет. Педали должны быть. Если она оборудована педалями, дополитили. Нет, так я и говорю, то есть, допустим, ты занимаешься с инструктором, да, потом ты с этой же машиной приезжаешь и можешь попросить принять на ней. Если у нее есть все документы, что она имеет право ездить на улицах Москвы. Еще вопрос, смотрите. Я читал, что в будущем билеты будут более предметными, то есть под каждую категорию прав. Для мопедов свои, мотоциклов свои, автомобилистов свои. Это правда? И как будут обучать тогда? Если это правда? Скажем так, мы идем по этому пути. То, что в состав экзаменационного билета будут входить не только общие вопросы, которые касаются поведения на дороге. Общих правил. Но также, если вы сдаёте, допустим, на категорию М, у вас будут также ряд специальных вопросов, которые относятся именно только к управлению транспортным средством категории, ну, к мопедам. Это будет, да. Еще один вопрос по телефону. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина, я из Ярославля. Очень приятно. И у меня такой вопросик. Скажите, пожалуйста, вот я закончила автошколу в 2017 году, в сентябре. А права экзамена не сдала. Могу ли я сдать в этом году экзамен в ГИБДД? Конечно. Если у вас на руках есть документ о профессиональном обучении, который подтверждает, что вы прошли обучение в образовательной организации и получили свидетельство о профессии водителя, поэтому с этим документом можно сдавать, причем срок действия его неограничен. У меня такая же история была. Я в ДСАВ, когда учился на грузовые автомобили, я потом, естественно, не водил долгое время, там прошло лет 15, наверное, после этого пошел, собственно, сдавать, имея документы на руках, что я обучался. На грузовых. Сколько? Ну да, потом я понятно, что переучился. Срок давности существует в этом плане или нет? Нет, срок давности не существует. Отлично. Так, давайте дальше пойдем по вопросам, тем более они как раз совпадают вообще, в принципе, с тем кругом, тем, который мы хотели сегодня затронуть, без подписи, письма, сообщения. Зубрежка билетов ничего особенного не дает. Как выучил, так и забыл. Нужна практика. И вот дальше вопрос. Планируется как-то ужесточить практическую часть экзамена, чтобы сразу дыроков с дороги отсекать? Мы, в принципе, планировали сегодня обсудить то, как меняется именно практика и правила сдачи практического экзамена. В теории мы более-менее как-то обговорили, какие возможны изменения в связи с предстоящими перспективами. Вот что касается практики, какие грядут изменения и какие мысли по этому поводу? В настоящее время у нас практический экзамен состоит из двух частей. Это первый экзамен по первоначальному навыку управления транспортным средством, который проводится на закрытой площадке или автодроме. И второй экзамен – это практический экзамен в реальных дорожных условиях, который проводится непосредственно на улицах и дорогах. Мы планируем уже в случае вступления правил проведения экзамена в силу проводить один практический экзамен, который будет проводиться в условиях дорожного движения. И в том числе ряд элементов, ряд навыков, они будут проверяться, не обязательно на площадках, скажем, на тупиковых участках дорог, на каких-то стоянках, там, где нет уличного дорожного движения, где выполнение этих элементов будет безопасным. Допустим, если взять категорию CE, это тягач с прицепом, там есть такое упражнение, как проверка навыков сцепки, рассцепки, тягача с прицепом, то понятно, что такое упражнение выполнить на дорожной сети просто невозможно, это небезопасно. Соответственно, мы планируем, что такие упражнения, они выполняются как раз на закрытых территориях. В том числе для этого могут использоваться и площадки, допустим, автошкол, которые используются для обучения. То есть, получается, как таковую площадку уберут в нынешнем варианте, и просто ее основные ключевые элементы внедрят в практическую часть на улицах города, то есть на дорогах с движением, по возможности проверить этот навык с площадки которой. Но вот классическую площадку вроде планируется убрать. Да, но если пока сейчас площадка останется для мототранспортных средств, потому что мотоцикл мы и мопеды в условиях дорожного движения, мы приводить экзамены не можем, хотя по той причине, что обучение осуществляется тоже на площадках и в условиях дорожного движения, обучение на мототранспортных средствах в настоящее время не проводится. Но мы идем, это уже будущее, мы идем, сейчас прорабатываем этот вопрос, для того, чтобы и в будущем, в общем-то, с учетом опыта передовых европейских стран в области безопасности дорожного движения проводить экзамены на мототранспортных средствах и как раз в условиях дорожного движения. Но это отдаленное будущее, может, там 2-3 года. Звонок, еще один есть, добрый вечер. Слушаем. Добрый вечер, Владимир, меня зовут, из Москвы звоню вам. Вот скажите, пожалуйста, я прав, лишен, и для получения назад надо ли мне будет сдавать экзамен опять? Если да, то только теорию или только практику, или ничего сдавать не нужно. Спасибо вам, Владимир, сочувствуем. Нет, ну если... этот порядок уже действует достаточно давно. Возврат водительского удостоверения после лишения, он осуществляется после проверки знаний ПДД. Поэтому Владимиру необходимо будет этот экзамен сдать. Чего? Да, теоретический экзамен сдать. Можно сдавать в течение полусрока до окончания срока. То есть если у вас там 6 месяцев, за 3 месяца уже можно прийти, сдать экзамен. И это количество попыток сделать уже. У нас есть временное количество попыток. Понятно. Ну еще пару вопросов, время заканчивается, к сожалению. Добрый вечер, а можно ли поменять экзаменатора? Про одного говорят, что он добрый, про другого зверь. Если можно поменять, то как это сделать? Тут уже звери берутся, непонятно. Учите правила дорожного движения, уважаемые слушатели. И неважно тогда, какой будет экзаменатор. Ну надо понимать, что сам экзаменатор себя на экзамен назначить не может. Этот вопрос решается непосредственно в экзаменном подразделении. Руководитель подразделения определяет, в какой день какой экзаменатор будет, какой экзамен принимает. Ну давайте подведем итог, что у нас говорят наши радиослушатели по поводу вопросов. Мы у вас спросили, как вы получили водительское удостоверение, официальная группа Авторадио ВКонтакте. Итак, 87,5% прошли обучение в автошколе и сдали в ГИБДД экзамены сами. Но 8,5% в автошколе не учились, просто права купили, а в ГИБДД зашли лишь заготовыми. Ну и третий вариант... Не права купили, а свидетельство об учении. Я думаю, купили именно вот это вот водительское удостоверение, а не свидетельство. А как бы они... Подожди, они не могут это сделать, если они как раз не предоставили вот этот документ об окончании автошкола? Ну я так понимаю, это не сегодня, а может быть там несколько лет назад, когда еще не нужно было. Да, ну и 3,5% прошло обучение в автошколе, а сдал, в кавычках, с помощью друга. Ну, на мой взгляд, здесь еще нет, когда можно было экстерном сдавать. Ну это было давно, но я сдавал экстерном. То есть я не учился в автошколе, но я честно пришел, сдал теорию, сдал город. На Остоженке это безумный город, скажу честно. Но я его сдал. Вот, так что основная масса, все честно получают права. 87%? 7,5%. Да, ну получают непонятно, кто с первого раза, кто со второго. Это, как говорится, здесь вопрос не участвовало. Здесь у нас вопроса не было такого, да. Давайте подведем итог сегодняшней беседы. То, что действительно пока что ужасающая цифра 8% тех, кто пытается с первой попытки. Нет, кто не пытается, а именно кто получает с первой попытки. Кто получает с первой попытки, 8%. И тут что-то надо делать с автошколами, я, конечно, считаю. Как вы скажете? Николай Александрович. Ну, в настоящее время в рамках стратегии безопасности дорожного движения, которая реализуется, и там этапы у нас в основном 24-й год, 30-й год, у нас запланировано проведение, реализация целого ряда мероприятий. И в том числе нормативно-правового регулирования. И вот это изменение правил проведения экзамена, это только, скажем так, один из кирпичиков в фундаменте большого здания. Поэтому в рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги» также запланирован целый ряд мероприятий, связанных в том числе и с совершенствованием вопросов подготовки водителей транспортных средств. Поэтому мы здесь не стоим на месте, и этот вопрос комплексный, он решается, скажем, в взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти. Поэтому мы здесь движемся вперед, и вопросы подготовки водителей, проведения экзаменов, они будут дальше развиваться и решаться. Понятно. Спасибо большое, скажем, нашим сегодняшним гостям. Я вот прямо, честно говоря, немного под впечатлением все-таки от этого вопроса и, наверное, ответов наших слушателей, потому что невозможно купить права. Действительно, есть автошколы, о которых я говорила, которые все-таки, видимо, за 8 тысяч вряд ли могут обучить, но, наверное, могут выдать корочку, потому что купить права – это все-таки госдокумент на сегодняшний день, по крайней мере, последние несколько лет, это очень спорный вопрос. Я подозреваю, что эти 8,5% – это не, вот как ты правильно говоришь, Наташа, за последние несколько лет. Ну а кто получал права там 10-15 лет назад? Ну, был грех. Вполне вероятно, что это вот те самые люди, которые, обойдя все необходимые шаги, получали свидетельство удостоверения. Я думаю, что важно, что наши слушатели, которые слушают нас сегодня, должны понимать, что отправляя знакомых, своих детей, друзей за получением прав, они должны их все-таки отправлять за безопасностью и знаниями. Поэтому вот думайте об этом и ни в коем случае не раздумывайте, где бы вам раздобыть как раз вот покупку об окончании автошкол. Спасибо. Общественному деятелю-эксперту в области безопасности дорожного движения Наталья Грэн. А также спасибо заместителю начальника отдела регистрационной и экзаменационной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковнику полиции Николаю Александровичу Геликова. Спасибо вам огромное. До свидания, до новых встреч, счастливо. Вместе за безопасность на Авторадио.